всем привет друзья всем доброго времени суток сегодня мы поиграем в новую игру это гост рекон брэкпоинт серия игр том квенсис это шутер вот классные игры с большим открытым миром собственно говоря игра только недавно вышла сейчас мы играем в бета версию этой игры до этого мы немного бегали играли предыдущую гост реконт вайланд гост рекон это как бы отряд призраков ну собственно говоря давайте посмотрим про что игра добро пожаловать на ауру инкубатор мира 20 меня зовут джейс кел и я давно вас ждал мы пригласили вас новаторствовать изобретать и творить но еще мы просим вас совершить самое главное достижение вашей жизни здесь вдали от всего мира мы создадим инструменты которые поведут планету в будущее устойчивая экономика благоприятная экологическая среда безопасность для всей вашей семьи и сообщество в котором ценят инновации последующие поколения возможно забудут наши имена но благодаря нам они будут процветать спасибо что присоединились и сделаю мечта прекрасном будущем это конечно хорошо но не всегда все идет по плоду таких случаях появляемся собственно говоря мы элитный отряд бойцов именно в этой игре мы называемся гост призраки сейчас мы будем разбираться вообще в игре пройдем обучение посмотрим чем она отличается предыдущей части а пока что нам предлагают создать нам персонажа нашего приступим к созданию персонажа так случайный случайный выбор почему-то нам у какого негра предложили прикольно азиата есть можно в основном это девушек предлагают старых старых женщин веселых мужичков давайте попробуем лучше наверно сами создать выбираем мужской пол быстренько сделаем форму лица пусть будет такое чего нет меня вполне устраивает так цвет глаз ему тоже выбираем волосы причем причесочку мужичок тебя без бороды ты не канаешь какой-то тенис не грозный становишься сразу хе 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 усики ну вот такая аккуратная борода вполне ничего усики просто это вообще нет не вариант блин тут целая росомаха просто давайте аккуратную бороду ему прическу можно оставить в принципе и эту а если ему сделать ракез только ракезу можно уже поинтереснее бороду придумать вот такого плана например все ладно с этим мы разобрались в принципе единственный цвет нашей светлые темные давайте темные так шрамы остаются на лице ну какой нибудь шраму добавим чисто символический ну и вперед давайте смотреть что дальше так подтвердить что высота довольно выбранным персонажем подтверждаем игра сохраняется и что-то у него тревога на лице какая-то мы потерпели крушение но выжили это очень хорошо кто то кричит нет нет очень сильно похоже на то что стая птицы такой вертолет как минимум оригинально ладно давайте разбираться дальше что к чему посмотрим на геймплей игры посмотрим на графику игра новая если хотите посмотреть прохождение предыдущей гост реконт под названием wildland пишите в комментариях поиграем обязательно а пока что ребят не забываем подписываться на наш канал ставим лайкосики пишем комментарии вот заинтересован в развитии нашего канала ссылочка на донат в описании ну а сейчас по всей видимости мы разживемся нашим первым оружием и начнем обучение играющийся очередной раз напоминает нам что мы играем в том клэнсис гост рекон брэкпоинт а я напомню что это демо версия игры поэтому полное прохождение будет дальше так у нас изрядно потрепало все покоцанные давайте осмотрим персонаж вообще довольно таки неплохо по моему он прорисован все четко графика тоже на высоте нас просят нажать кнопочку чтобы полечиться давайте этим и займемся говоря он сильно стонет то ему очень больно давайте перевяжем раны вот и руки раненые по всей видимости я вижу кровь на ноге так он теперь он себя чувствует гораздо лучше мы можем двинуться вперед идти нам надо вон на ту моргающую отметку можем бегать приседать у нас есть пистолет пистолет с глушителем либо без глушителя можем делать давайте оставим с глушителем ну и само обучение вот нас ожидает первая встреча с противником мы можем приседать также мы можем ложиться так нас заметили ну вроде как тревогу он поднять не успел давайте поднимаемся вверх бегает он забавно поднимаем лут выпавший и давайте обыскивать обыскивать все что и находим так нашли три гранаты выбираем собственно говоря их теперь у нас вместо аптечек стоят гранаты дальше что у нас интересного патроны и т.д. ясно идем дальше нам туда но вот здесь я вижу какую-то угрозу горит красненьким следовательно здесь кто то есть это еще кто так это плохо дядик дядик автоматы извините косой как так можно промахаться ну или они довольно таки крепкие так ладно поднимаем спавших все что выпало двигаемся дальше на указанную цель ну видно это руины того поселения которое нам показывали в начале город будущего сейчас все конечно выглядит гораздо уныло унылей чем было на начальном ролике так нашли первый сундук и что мы видим сразу нам предлагают автомат хорошо давайте разбираться вот в основном говоря меню персонажа это его шмот это его оружие выбираем автомат все теперь мы с автоматом мы опасны ну судя по предыдущей части игры в игре большой выбор оружия то есть там автоматы и пулеметы и снайперские винтовки пистолеты дробовики короче огромный выбор оружия но мы нашли какого то сейчас падшего товарища еще вы посмотрите на размеры этой карты просто вот мы грубо говоря сколько побегали мы маленький маленький кусочек открыли вот вся локация это один остров вот мы видим небольшой второй остров и вот здесь закрытый есть еще третий остров но судя по всему что это бета версия поэтому мы можем побегать только по вот этому острову поизучать его ну и тут куча райончиков все масштабы вы сами увидели продолжаем так как карта большая в прошлой части игры там тоже огромный открытый мир там просто да тоже но бегать ты помрешь очень большие расстояния там предлагали нам на выбор очень большое количество техники то есть вертолеты самолеты танки машины ну все что ездит короче я думаю что в этой части будет примерно то же самое разработчики позаботятся о том чтобы скоротить нам путь всеми возможными способами так но у нас вырисовывается очередная цель а какая тревога все лежать быстренько перебили еще двоих противников нашли очередной ящик так что нам ящики дали кепку прикольно давайте посмотрим что за кепка можем надеть ему головной убор и будем выглядеть вот так ну давайте спасибо за кепку так теперь нам еще показали что мы можем быстро менять оружие мы в принципе без этого знаем направляемся дальше к очередной отметке я так понимаю что каждая отметка это есть какое-то сохранение еще в игре огромный мир большие локации то есть проходить можно в любом порядке за что мы любим вообще игры с открытым миром они вас не сковывают никаким образом так вот один и тут еще парочка нарисовалась хорошо минус куда он ушел там еще один должен был быть так из решетил его просто сделал из него дуршлаг дали нам пистолет ясно спасибо нашли еще один ящик а в нем а в нем бронежилет хорошо давайте дальше разбираться что нам надавали там так у нас стоит все первого уровня этот получше будет по всей видимости броник разгрузка поинтереснее у него так и пистолет все больше из приятного пока ничего нету опять показывает что мы можем менять оружие ну и очередная цель рядышком уже там пока что мы бегаем по всем местам крушения наших вертолетов мы летели же не на одном вертолете у нас там целая команда летела командосов сорвиг голов таких и все вертолеты были сбиты должен был выжить вот и с этой надежды что кто-то должен был выжить мы бегаем собственно говоря от точки до точки и очередная карта сцена да действительно он есть выживший и 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 враги обычные то есть вот наш уровень на данный момент 4 все в принципе понятно с высокоуровневыми соперниками лучше не сталкиваться иначе типа не надерут нам жопу да вот сразу показано место обычной галочки стоит красная такая здоровая это опасный противник давайте не будем с ними связываться пока может быть поднимем свой уровень начали разживемся более интересным оружием что даже второй нас не заметил оригинально но это были обычные противники то есть никаких проблем их убийств у нас вообще не возникло так еще на пути видим сам малым чуть тревогу не поднял а нет успел поднять собака так но это тоже обычного невысокоуровневые противники обычная но единственное они сейчас видите желтым обозначены не белым это значит что они взбудоражены можно сказать минус один вон второй мячковица за какие-то заслуги нам дали шапку хорошо хоть не по шапке пока что на счет когда в голову попадаешь так вообще быстренько их она минусует прям хорошо так отлично нам мы подняли уровень теперь на второй уровень боец быстренько лутаем падших что нам за шапку дали стать такая прикольная шапочка и еще мы получили навыки давайте прокачаем навык мы будем бойцом это все навыки 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 куча навыков в игре очко было получено навыков очко навыков потрачено можно продолжить дальше путь очередному упавшему вертолету мы тут мы видим еще один ящик ящики это хорошо и что опа у нас теперь появилась снайперская винтовка так неплохая такая свд автомат пистолет и снайперку снайперки дуло такое что мама не горюй будем сейчас жопы натягивать противником так очередной пошеводолет его это призрак главный кто-нибудь слышит кто говорит друг я взяла рацию этот призрак еще жив главный или ты идешь за кроликом или бежишь за королевой докладывай потом ему оказывают медицинскую помощь иди по тропе за древними руинами мы ждем тебя в горах между двумя водопадами ясно конец связи так мы связались с кем-то из местных по всей видимости и там есть наши ребята выжившие перезаряжаемся и у нас дальняя дорога впереди стоять почему-то пропала мини карта непонятно вот она появилась что опробуем нашу винтовочку снайперскую сядем удобное положение сейчас займем и вперед раз два три долго перезаряжается хороший у нее урон конечно у нас перезаряжается очень долго тут могут убить так пока прям высокоуровневая есть ну нам когда много цели не очень если честно так уровень бойца подняли до второго получили еще одно очко умений давайте посмотрим что нам предлагают там так давайте вот полевого медика изучим тоже пригодится штаны дали прекрасно смена класса можно менять класс ясно давайте поменяем пока штаны ему лучше и мы сразу стали седьмого уровня вот такие вот штаны шикарная короче бойтесь все нас у нас есть штаны да все что осталось от этой прекрасной колонии сильно не внушает доверие дороги у них были хорошие нам куда-то вон туда убежать надо очень далеко дайте гнуть может машину мотоцикл что-нибудь на чем подъехать можно так местный житель нам сказал что надо идти по тропине вверх и между двух водопадов нас там будет что-то ожидать пока что мы видим машину стоящую с охраной не попал но хотел набегу снять все прекрасно работает снайперка чего нет когда мало противников очень даже хорошо на себя показывает кстати что я говорил мы нашли машина по всей видимости сейчас можем побыстрее хоть добраться до места назначения какие-то домики древние молитвенники или что это непонятно избушки заколоченная тут короче до этих еще кто-то жил по всей видимости до этих колонистов поселенцев так ящик да здесь ящики мы любим них лежит всякие интересные штучки ничего не дали даже кроме опыта да собственно говоря вот и это наша первая машина мы же помним по тропе вверх и между двух водопадов они нас ждут первое впечатление крайне неплохое я хочу сказать довольно таки неплохое но явно такого сильного отличия от предыдущей части том квэнс из гост реконд вайдленд я вы бы особо не наблюдают в принципе может где-то что-то плане графики поинтереснее но так геймплей такой же но это мое мнение вы сами посмотрите если хотите пишите комментарии мы начнем проходить на нашем канале гост рекон вайдленд стали на них обращать внимание хотя можно попробовать воспользоваться пулеметом вот этим который у нас сзади стоит почему бы и нет выкосили их просто ну как то и газонокосилкой можно в газону пострелять хорошая валына все разобрались давай вылазь отсюда вылазь нам дальше надо ехать баги рычит приятненько тоже так баги в плане не лаги в игре и недоработки а баги в плане машинка так по всей видимости почти добрались уже почти а добрались отлично мы на месте сколько тут мотоциклов вертолет нифига себе техники стоит хаммер с пулеметом кроссовики но мне вот приглянулся вертолет окей будем знать верток тут стоит можно будет полетать значит все осталось пару метров и мы добрались до следующей контрольной точке собственно говоря тут какой-то лагерь повстанцев оппозиция какая-то стой на месте тыщика меня здесь ждут мы помоги ну вот опять можешь развернуться и топать обратно мы все тут на взводе ясно так чтоб аккуратнее с оружием тут стрелять запрещено что за один пещера так называется входе входе так нам дали добро заходи какой-то лагерь тут будет замаскирована вход в ущелье гор прикольное место ладно пошлите посмотрим что там дальше нас ждет что это за место ну как я предполагал да лагерь пошлите туда выполним задание там вон горит отметочка еще непосредственно второстепенные миссии какие-то будут помимо основного сюжета поговорить ну че ты вы ребята в норме из всей группы остались мы двое рации нет дронов нет на двоих две винтовки и восемь магазинов у местных есть вода и припасы ну и местечко да да обалдеть да они вроде дружелюбные но глаз нас все таки не спускают вы знаете кто сбил вертушки не знаем но враги точно где-то близко я тут на одних нарвался они звали друг друга волками с кем мы имеем дело пока что только со мной ты тут за главного кто спрашивает мой позывной номат я руковожу этой операцией под операцией ты понимаешь должно быть грандиозный провал ну привет старик опять ворчишь да я просто хочу понять солнце почему вдруг на нас с неба посыпались солдаты ну кто-то потопил военный корабль у побережья потом пропала связь со всем архипелагом и нас послали выяснить что случилось но мы не успели все наши вертолеты сбили половина ребят погибло сразу как мы поняли произошел вооруженный переворот сентинелл эти солдаты частники объявили военное положение а всех несогласных прижали к ногтю производство на скелтек продолжается только теперь они делают больше оружия совсем не либертарианская утопия имени джейса скелла где мне найти джейса скелла а руководителя скелтек мы его не видели но его дроны просто повсюду думаете он к этому причастен вопрос зачем ему ладно на этот вопрос я постараюсь найти ответ могу я повидать раненых да одному нужен отдых но он не затыкается успокой его а а потом приходи устрою тебе экскурсию так ну что вводная информация ясна нам разъяснили вкратце что вообще происходит это была полезная информация так нас попросили подойти к раненому не закрывает рот все вот мы пришли холт эй ну ты как тут номер кто еще кто вышел ты отдыхай друг я делаю что могу ты просто супер герой на вот тебе еще супер сила мидас пропал а уивер не думай об этом мы со всем разберемся оса да с кораблем сейчас вообще связи нет поговорю с мэтсом шульцем он тут главный может у него есть лодка не волнуйся я приведу подмогу иди ну что дружище ты так держись так то не умирай возможно нам дали дрона вообще нам всего здесь понадавали куча так следующее задание выхода нету так еще немного обучения собственно говоря вот нам и наша очередная задача так поставим метку все задача выбрана еще ого десять очков ого десять очков это хорошо сейчас мы как качнем навыки наши давайте уже все докачаем здесь теперь у нас открыт парашют xp здоровье значит всего щас по накачаем ну как мы 10 очков это же не хухрым ухрым ребятки то все очки кончились ну неплохо прокачались так наша экипировка близкий контакт здесь поставим хорошо так снаряги по снаряги понятно заданиями тоже все понятно мы уже выбрали его по навыкам по всей видимости еще что-то доступно но это просто горит то что нам доступно давайте быстренько вот так сейчас мы чик чик это все выносливость на кардио вот так и вы тут бля тут качаться не перекачаться и если хотим победить сбракирую умения это мы уже все сделали ребята это мы уже все сделали так вон туда надо сходить поговорить еще так мы видим здесь второстепенное задание вот основное сюжетное поговорить как твой друг держится спасибо что выходили ты слышал что-нибудь про подполковника уокера он работает с ребятами которых зовут волками и раньше был военным советником в скалтек служил в спецназе знаешь его да виделись пару раз и и и и но они не просто виделись этот уокер походу шкуру ему спас Капишиный взгляд. Какие планы? Как выбраться с этого острова? А что с нами станется, тебя не волнует, да? До Окленда две тысячи километров. Далековато придется драпать с поджатым хвостом. Я не драпаю, Мэтс. Километров в двадцати от берега стоит корабль ВМС США «Оса». Если я доберусь до него, то вернусь с подмогой. «Оса», да? Как-то не хочется, чтобы по острову шныряла толпа морячков. На борту и морпехи были, если что. Тогда другое дело. Слушай, скажу прямо. Против бывших спецназовцев нам не выстоять. Поэтому кое-кто из наших друзей, поселенцев и сотрудников скелл хочет уплыть на лодках. Они смогут укрыться на осе? Разумеется. Ладно. Я скажу, где лодки. Так, отлично. Еще очередное задание получили. Так, поговорим с ними. Здравствуйте. Я случайно услышал. Вам не нужна помощь? Точно не знаем. Наш друг Сэмюэл пропал. Поселенец? Раньше был. Потом решил жить сам по себе. По-моему, не такая уж великая потеря. Он любит есть то, что поймал сам. Говорит, что так он становится ближе к природе. Шкуры и остатки мяса приносят в лагерь. И ничего не берет взамен. Что-то я не понимаю. Он же способен сам о себе позаботиться. На прошлой неделе он приходил сюда и орал что-то про людей Сентинелла. Что они унесли пару оленей, которых он поймал, сломали его ловушки. А потом, на этой неделе, не пришел. Самуэль всегда был вспыльчивым, но в последнее время у нас, если скажешь, что-то не то или не тому... Ну, ты понимаешь. Да, понимаю. Кстати, а где он обычно охотится? Обычно к юго-востоку от Мангрового сада, к северо-востоку от Залива Гайра. Постараюсь его найти. Спасибо. Отлично. Спасибо. Так, еще одно задание мы получили. Ну, все, можно выбираться отсюда, с лагерем. Задание нам показывает, что идите на выход. Подставишь наших... В принципе, все, что надо, мы здесь сделали. Единственное, вот зайти к торговцу, к этому, да? Давайте сходим, что они тут вам расскажут. Обсудить магазин. Что в магазине есть? Давайте посмотрим. Оружие. Можем купить другую снайперку. Почему бы и нет, да? А может быть и нет. Давайте вообще посмотрим, что здесь есть. Вот ботинки есть. Ботинки есть. Хорошо. Перчаточки есть. Давайте введем перчатки. Потратимся немного. Или мы уже знато потратились. У нас не осталось денег. По всей видимости. Ладно, спасибо. Торговцам. Ботинки. Наденем поприятнее ботинки. Сразу уровень поднимем. Вот такие вот мы. Через ущелье. Тут сейчас будет завеса. А, и эти стоят с автоматами. Все на... Все охраняют что-то. Так, вылазь отсюда. Самое приятное, что там стоял вертолет. То есть мы сейчас до любой точки доберемся крайне быстро. Режим навигатор. Так, он включен у нас. В чем проблема? Так, это видно, какие-то дополнительные задания. Война призраков. Ну, вместе разбираемся. Я так же на игре особо ничего не знаю. Поэтому... Надо вместе проходить. Вместе разбираться. Ну вот, второстепенное задание. Пометить. Найти Сэмуэла этого. Один гордый цветочек стоит, а? Разработчиком. Молодцы какие. Заводи машину. Так, по карте. Как нам сориентироваться так, чтобы... Как тут ей обращаться? Не совсем понятно. В предыдущей части игры нам конкретно... Просто, ну, показывали... Маршрут обозначали, куда нам двигаться. Вперед полетели. Можно прыгнуть с парашютом, но мы этого делать не будем, потому что нам далеко еще очень лететь. Снизу угроза была. Ну, я не знаю. На особое впечатление, конечно, игра... Вызывает вау. Но потом, когда поиграешь в нее... Вполне приемлемо. Играем в бета. Поэтому полного прохождения не будет. Ознакомимся чисто с игрой. Так, тут нам объясняют, что есть лагеря. По всей видимости, лагеря повстанцев. А, ну вот, на карте она обозначена. Задание это... Вот это что? Тут опасные райончики. Довольно-таки далеко еще лететь. Ну что, на машине мы поездили. С сюжетом нас познакомили. На вертолете полетали. Немножко постреляли. Но, в принципе, для начала, для обучения вполне неплохо. Скорее всего, лагеря будут обозначаться вот таким вот дымом, идущим из леса. Ну, а мы почти долетели до нужного нам места. Сейчас мы посадим вертушку. И будем разбираться, что там за задание такое. Так что, друзья, если вам нравится, не забываем подписываться на наш канал, ставим лайкосики под видео, и пишем ваши комментарии. Возможно, вы захотите увидеть прохождение предыдущей части Ghost Recon. Так, сади вертушку. Садись, садись. Вот мы, наверное, добрались до нужного нам места. Главное, не развалить ее. Вражеский вертолет. На горизонте. Это не есть хорошо. Так, ты кто? Ребят, смотрите сразу, какой лаг. Вот поэтому и бетон. Они даже рот не открывают. Они даже не соизволили сделать, чтобы они открывали рот. Мне надо помочь с сентиналом. Все верно. Мне нужно расставить эти капканы. Но если мы потревожим сигнализацию, тогда нас пришьют, и поделать будет уже нечего. Но если ты их снимешь аккуратно и тихо, тогда я спокойно все сделаю. Когда закончишь, встретимся в моей хижине. Она в тонущем краю, к югу от Махового пруда, к западу от порта Говард. Договорились? Да, разумеется. Так, получили задание от этого перца, блядь. Ну, конечно, прикол. Они поговорили, даже не соизволили открыть рот. Опа. Вот это вот мне и не хватало. То, что я и говорил, в прошлой части у нас был дрон. И большую часть заданий мы выполняли при помощи дрона. Очень удобно в находке всяких противников. Так, что это тут у нас такое? Очередной какой-то бункер заброшенный. М-ку дали. М-ка, это хорошо. Давайте попробуем Сузана. Так, очередной лаг. Не берется предмет. Ну, то-то это и бета-версия, чтобы мы поиграли и посмотрели где какие нюансы в игре. Так, вот мотоциклы стоят. Так, сбор разведанных. О, ясно. Расследование. Ведем мы тут свои. Короче, это не ненажно, а пока что на карте. Вот этот упырь просил нас прийти вот сюда. Также он просил нас поснимать ловушки. Откуда здесь столько местных? Так, плыви, плыви давай. Ты умеешь плавать быстрее. Ну, сейчас дойдем до следующего места, в принципе, и на сегодня будем заканчивать эту серию. Продолжение уже будет дальше в следующих сериях. Ну, это первое такое обучение ознакомления с игрой. Так, это хотят здесь порешить местных. Трава это такая разлетается прям перед вами. Местных порубили. Поехали. Вертолет. Вертолет это плохо. Он нас выкупит за 2 секунды сразу сейчас. Ну, какой на кроссовик он заряжается. Жестко. Кроссовик серьезный аппарат. Так, стоп. У нас для этих целей есть вот такая штука. Дрон. У нас вот еще и патроны кончаются. Просто вообще огонь. патроны напали. Противник нас атакуют. Понял. Сверхусь на щеку. Ухожу отсюда. Нида-то здесь. Вон, бежит. Гравик, у нас патроны не лори накинчаются. патроны патроны все. Поздно. Гребя. Так, еще одну очко навыков. Перчатки дали. Прям грех не поставить. А то у нас все уже получше стоит. Перчатки еще первого уровня стояли. Несерьезно. Очень даже несерьезно. 13 уже получше. Впрочем попросил нас всех поубивать по всей видимости. Здесь не просто ловушки поснимать. перегасить всю охрану. Хорошо. Дальше двигаемся. сейчас зачистим райончик. Так, сюда патроны. Все, зачистили. лодка стоит. На лодке мы еще не плавали. Давайте поплаваем на лодке. Очередной лак. на лодке. для первой серии по максимуму и на вертолете и на лодке и на машине. Так вот удобно ли нам будет на лодке выплывать? лодке. Идеально. Идеально. Ну, в прошлой части мы бегали отрядом из четырех человек. В этой части отряда у нас нету. Вообще никакого пока что. Все раненые, больные, перебиты. бегаем один нюхенькем. Все приплыли в лагерь к Сентинеллу окунемся напоследок. Я Сентинелла убил. Сто пудово. Наверное попал под раздачу.